Хороший знак. Особист-контрразведчик. За 22 мая 2023 года на авторшоке. Буду максимально краток, без красивых, плавных переходов между абзацами. Я всегда стараюсь оставаться реалистом с уклоном на умеренный пессимизм. Иногда надо переоценить врага. Если ты знаешь, что соперник может пробежать 100 метровку за 12 секунд, представь, что он может это сделать за 11 секунд. Стремись улучшить свое собственное время до 10 секунд. Надо понимать, что враг не идиот. Надо стараться понять логику его действий и его намерения. Что касается СВО, здесь есть несколько правил психологии. Чем больше фактических успехов на фронте у ВСРФ, тем больше фейков и жестокости от врага. Расстрелы, жестокость на камеру – это проявление неуверенности и страха. Неуверенности в завтрашнем дне. Я не знаю, что будет завтра. Я не уверен в победе. Поэтому я натворю максимум злодеяний сегодня-сейчас. Сегодня в понедельник. Открылся кран. Отдан приказ западным СМИ, политикам, ВСУ. Начался новый раунд противостояния. Пашинян вдруг через 879 эпизодов сериала объявляет, что Карабах может быть азербайджанским. Все СМИ от газетных до телевизионных говорят, что Россия может устроить кошмар, а не жизнь для европейцев. Готовят почву для провокаций. Фейки об изнасилованных детях вагнерами в России. ВСУ готовится взять Белгород за три дня. Все границы раскатаны. Все погранпереходы уничтожены. Это только на утро понедельника. Еще не вечер. Новости будут лететь как картечь. Нет, дорогой читатель. Это не информационная кампания по отвлечению от Артемовска. Когда им кажется, что все под контролем и они одерживают верх, они расслаблены и полны уверенности в своих действиях. Когда события идут не по плану, времени не хватает, возможно, даже доходят до критического состояния. Они ведут себя так, как сегодня в понедельник утром. Особист-контрразведчик. Хороший знак.